Продакт, который должен быть убедительным по зуму, это как бы новая профессия. Убеждение по зуму. Да, быть убедительным по зуму. Привет! Я Юра Агеев, и это 151-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Михаил Трутнев. Михаил — CEO VSM Group, компании, которая делает самые популярные в мире сайт и приложения для гитаристов Ultimate Guitar и MuseScore, один из самых востребованных в мире ресурсов для преподавателей музыки, студентов и композиторов. Мы поговорим об опыте трансформации продуктовой компании при переходе из офлайна в онлайн. Обсудим, почему ввели индивидуальный график работ для команд и как это сказалось на эффективности работы в целом. Поговорим о том, что такое совместное мышление и чем отличается асинхронная работа от работы в офисе. И еще обсудим возможные долгосрочные эффекты и почему компания планирует и дальше работать асинхронно. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense и сервиса ProductSense Academy. Сервис помогает развиваться в профессии менеджера продуктов и развивать продуктовое мышление всем, кто интересуется темой. В подписку входят микрокурсы, ежемесячный кейс-клуб, контент со всех прошлых конференций и обновления каждую неделю. Ссылка в описании. Миша, привет. Привет, Юра. Привет всем. Я познакомился с твоим творчеством в качестве вступлений. Творчество? Это слишком сильно. Если творчество, то творец, то ты создаешь новый мир. Очень много у тебя было вступлений про культуру вашей компании. Тогда еще как назывались Ultimate Guitar. И культура компании была очень сильно завязана на файне. Если там кратком пересказ событий, у вас, по-моему, была шестидневная рабочая неделя с девяти до трех. Да, сокращенная. Сокращенная. И, в общем, очень такая насыщенная, плотная жизнь внутри офиса. В Калининграде. Ну, основной офис был в Калининграде всегда, да. Вот. И слушая про то, насколько культура у вас привязана была тогда к офлайну, к совместному кому-то, опять же, взаимодействию творчеству, ежедневные сендапы, вот безумно интересно поговорить о том, а что же произошло за последний год, как и что вы сделали со своей культурой, чтобы приспособиться к тем условиям, в которых мы были. И давай начнем просто с этого, а дальше продолжим. Ну, давай начнем. То есть первое, что произошло, произошел отказ от некоторых beliefs, да. То есть я и команда, с точки зрения культуры, мы прямо от нескольких важных вещей, в которые мы очень верили, отказались. И это, на самом деле, не так плохо, даже я бы сказал хорошо, потому что отказ от каких-то установок, это и есть метрика, да, если ты дашь языком, это метрика твоего роста. Это у тебя конференция в этот раз про рост. То есть как рост мерить? Ты меряешь его не тем, чему ты научился новым, не новыми скиллами, не новыми ценностями. Ты его меряешь ценностями, от которых ты отказался. Ты его меряешь вещами, в которые ты больше не веришь, потому что новые вещи, они не могут прийти. Там же занято место. Там все заняты, тебе нужно освободить. Хороший факт, да. Вот эта тема, о которой ты говоришь, она как раз про то, что давай начнем с шестидневной недели. Я не то, что перестал верить в сокращенный день для себя. Я для себя не перестал. То есть для меня всегда было важно, чтобы моя жизнь в контексте каждого дня была интересной и составляла не только работу. Поэтому для меня всегда вот этот сокращенный день, он был в том, что когда я рабочий день закончил раньше, отправил свое вечернее письмо, вот в этот момент я перехожу в другую часть жизни, которая тоже важна, и которая тоже существует для меня. Поэтому был шестидневный день у меня и у моих коллег. Поскольку мы стали намного более международными, у нас много стало коллег из разных стран, из Европы, то там, конечно, намного сложнее с шестидневными днями, поэтому мы начали думать о том, как можно сделать более гибкий вариант. В конце концов, мы предоставили полностью гибкий график и возможность людям самим выбирать, и 35% остались на шестидневке. Интересно. А то есть это... Это выбор команды. Каждая команда строит так свою работу, как считается эффективно. У нас есть команды, которые работают 7 дней в неделю. То есть они договариваются, что они будут, опять же, на связи вот в это время, как будто бы как в офисе, только не в офисе? Смотри, вообще по всей компании существуют только часы присутствия. То есть там днем 2 или 3 часа, по-моему, с 12, до 5, ты в общем должен быть на связи. Это общее правило. Дальше, как команда выстраивает свою работу в тени недели, вот, например, финансисты наши, вот ему удобно работать в тени недели. Кстати, у меня гипотеза, потому что там больше женщин. У женщин много дел, кроме работы всегда, домашних, наверное, из-за этого. Вот они выбрали такое, им удобно. Саппорт работает 7 дней в неделю. Ребята, которые работают с контентом, потому что у нас визу-дженерейтед контент, мы принимаем много контента от пользователей, они работают тоже 7 дней в неделю, но у них некий там вахтовый метод, как им удобно. Есть команды, которые перешли на 5 дней, им так удобно. В каком-то смысле произошел рассинхрон, да, то есть, если раньше условно были как в одной лодке гребли вместе, как переход вот к такому более индивидуальному, да, подходу к выбору времени работы на продуктивности, на эффективности сказался? Смотри, тут есть 2 вещи. Во-первых, мы оставили определенно очень важные для нас контрольные точки, в том числе ежедневные, и в том числе на уровне и команд, и на уровне всей компании, которые все равно остались. Если раньше у нас было обращение, так называемый саундчек, обращение all hands, как всей компании, просто оно было утром, теперь мы его оставили, он как раз в середине дня, но она есть каждый день. А как это происходит? То есть, все большой зум-колл? Да, это зум, да, то есть, все, кто не американская команда 12, ну, то, что там слишком большая разница во времени, это 12-30, а один раз в неделю по средам у нас вообще вся команда собирается на all hands. И это какой-то 5-10-минутный рассказ, то есть, всегда есть какой-то спикер, какие-то важные вещи для всей компании, на самом деле, тем, всегда больше, чем дней. Потому что мы растем, у нас появляются новые продукты, у нас появляются новые люди, у нас происходит там, естественно, дни рождения, все время что-то происходит, и все время есть какая-то повестка, которая интересна всем. Другое дело, что есть команда, которая помогает спикерам подготовиться. Это всегда должно быть энергично, заводяще и полезно. То есть, это остается. Другая тема, связанная, как это все сохранить. На уровне команд все осталось, как работали команды автономно, у них есть обязательный ежедневный ритуал, они остались. То есть, когда команда так растет, она наша растет с точки зрения продуктов, у нас был один, там, продуктом их было два, сейчас у нас пять, то основа, да, вот как это все держится? Оно держится на вот этих кросс-функциональных командах. Вот основа, да, во основе все лежат вот эти команды, у которых очень четкий установлен ежедневный график работы ритуала. Которые они сами себе установили, получается? Нет. Ну, в смысле, они по времени его сами установили, есть просто набор, да, у них обязательно должна быть утренняя встреча, у них должен быть обязательно составлен список результатов, которые они хотят достичь в течение дня. Это как бы наша... Типа как ритуал, условно, такой чек-лист того, что команда должна иметь. Да, у меня была всегда такая, и сейчас, когда мы еще были небольшие, я помню, у меня была такая договоренность, я не влезу в то, что вы пишете, да, в качестве цели, а вы выполняете то, что написали. Это всегда хорошо работает, потому что люди очень оптимистично настроены. Там, знаешь, вовремя разработчики, например. Вот, поэтому это важно. То есть есть набор, которому они должны следовать. Когда они устанавливают свою встречу утреннюю, да, или еженедельную встречу, и ретроспективы, это уже их делают. Но то, что у них каждый день должна быть встреча, а каждую неделю так называемый субботник, потому что когда-то это было в субботу. До сих пор он называется субботник, хотя это уже не в субботу. И ретроспективы это остается. То есть есть некий набор, да, некий фрейм, который команды должны следовать, но автономность состоит в том, что они сами решают когда, во сколько, и как это наполняется, естественно. Так и все-таки про эффективность. Про эффективность, смотри, эффективность выше, и вот за счет чего? За счет доступа очень быстрого к неограниченному количеству людей. То есть что бизнесу дает распределенка? Она дает вот этот самый огромный плюс, который перебивает все остальные минусы, о которых ты говоришь. Да, есть какая-то разобщенность, да, трайб поддерживать тяжело. Но то, что у тебя доступ есть к любому человеку, ты можешь нанять любого человека из любой точки, самого лучшего, если у тебя есть на эти деньги, или не самого лучшего, если у тебя денег нет на самого лучшего, но это произойдет очень быстро. И твой мир, твой мир расширился до всего землетемного шара. подожди, а мы вот с Аней Бояркиной только сейчас обсуждали тему того, что теряется компонент эмоциональной вовлеченности и сотворчества. Потому что вместо с переходом онлайн, да, у тебя увеличивается количество людей, с которыми ты можешь пообщаться, но иметь возможность не значит ей воспользоваться. И более того, компонент случайных встреч, столкновений тоже практически исключается. Во-первых, это так, но мой ответ на это будет следующий. Во-первых, если основа, как я говорил, то есть основа это совместная командная работа вот этих автономных команд. Командный дух не формируется до алкоголизации совместно. Там может быть коммуникация улучшится. Командный дух формируется только одним способом. И этот способ называется командные задачи. Поэтому командные задачи, что ты работаешь в оффлайне, что ты работаешь в онлайне, они остаются. Поэтому основа есть. То, что ты говоришь, что меньше встреч, это правда. Какая-то идея может не возникнуть. Вот этих случайных встреч меньше. Но если у тебя основа, круто организованная работа команд над командными задачами, вот это формирует самое главное. Да, есть некоторые минусы. Поэтому против него и них надо бороться. Поэтому каждый день у нас все равно есть саундчек. Поэтому как только откроются границы, мы все вместе соберемся в одном месте и два раза в год обязательно будем этот оффлайс делать физически. То есть у нас будет оффлайс весной и осенью. А между этими разные команды будут периодически собираться физически, но для решения конкретных командных задач. Не вообще выпить пиво, закусить, а собрались на три дня, на неделю в Калининграде, сделали проект. То есть мы все равно должны это будем постоянно делать. И вот сейчас у нас весенняя сессия на неделю, так называемые сезоны, когда у нас командная называется «Командная работа над будущим». И почти треть компаний все равно приезжает в Калининград, причем специально сделано так, чтобы из разных команд и из разных уровней ребята приехали, чтобы мы их все равно смогли познакомить. Ну как-то перезнакомить. Пока плохо с заграничными поездками, ну как бы понятно, что это большое. Но как только это будет, то есть мы будем этому помогать. Потому что вопрос, который ты правильно задаешь, не является ли наша эффективная работа сейчас на распределенке, причиной этой эффективной работы в том, что мы когда-то вместе очень долго работаем. Ну да, запас энергии, запасы. Ну какой-то есть, да. И поэтому нам его нужно будет поддерживать и в новый наполнять. Поэтому я не верю в комбинацию офлайн-онлайн работы прям как-то в офисе. Я просто отслышал ваш разговор с Аней, я бы тут поспорил. То есть у тебя или команда распределенная, где бы ты ни находился, ты в офисе находишься, неважно. Интересно. Или она у вас физическая. Третьего не надо, мужчина определительная. То есть вы туда или вы сюда. Можно всех посмотреть. Да, да. Ну вот, но тем не менее. Мы на самом деле переходим уже, наверное, конкретно к вашему набору инструментов. Просто мы с Аней говорили в целом про самую продуктивность. И там четыре компонента. Это было общение, коммуникация, совместное мышление и еще там шеринг знаний. Вот. Соответственно, общение, коммуникация, понятно, закрывается всякими зумами и прочими штуками. Совместное мышление. Вот ты говоришь, у вас есть какой-то процесс, набор ритуалов, через который команда обязательно проходит. Сейчас я тебе расскажу про совместное мышление. Давай про совместное мышление. Давай, да. И про то, чем отличается распределенная работа от работы офисной. То есть работа распределенная это не то же самое, что в офисе, только мы сидим по разным местам. Это не то же самое. Если ты помнишь, когда все перешли на распределенку, это превратилось в какой-то театр-микрофон. Какие-то под 20 звонков в день, да, какой-то у всех, это было у всех команд, кто резко перешел и раньше не работал на распределенной работе. Все стали очень много работать, чуть ли там не до ночи работать, все время звонков, какой-то был ад, да. Это нормальный процесс, да, при переходе, но это совершенно не то, что нужно на распределенной работе. В распределенной работе это изменение привычек. Так, а каких привычек именно? Первая привычка, которую ты меняешь, ты начинаешь работать в расшаренных документах. Асинхронная работа это основа распределенной образцовой работы, асинхронная. То есть ты говоришь, наше совместное мышление, оно должно строиться за счет того, что мы работаем над проектами, документами. Асинхронно это расширенные документы, но мы используем конфлюенс, как ты просто сказал, проектные инструменты, неважно, какие там мира и то, что используют. Но есть инструмент, который дает возможность тебе работать совместно с другими людьми не в одно время. Асинхронно. И это определенный навык. Второе очень важное изменение привычки, то есть в этом виде работ исключительно критически важным становится умение коротко, ясно излагать мысли письменно. И это большая на самом деле проблема. Это очень большая проблема. Вот то, что у нас были эти письма много лет, это, конечно, нам сильно помогло. Какие письма еще? Каждый день у нас каждый сотрудник компании пишет письмо по результату своей работы. Люди в общем научились, сжато писали. Сжато о том, что произошло, потому что когда ты начинаешь работать со синхронными документами, с проектами, это же все время комментарии, добавление каких-то текстов. Ты должен держать контекст в голове. Это непросто, но это другой уровень, если натренироваться, да, это другой уровень совместной работы. Когда любой диалог начинается, ты сделал документ. То есть создание документов, после того, как возникла идея, какое-то предварительное общение прошло, дальше нужно создавать документы. Это, с одной стороны, очень сильно тебя дисциплинирует, да, с другой стороны, ты сразу можешь распространить свои идеи с неограниченным количеством людей, если они готовы работать асинхронно. Ну то есть это прям, как если бы, условно, нас обсуждали в переговорке, придумали что-то классно, но точно так же оно и здесь. Можешь дистрибуцироваться моментально. Ну это другая привычка, понимаешь, составлять себя каждый раз. Когда мы начинаем что-то обсуждать, и мы дошли до какого-то момента, мы говорим, стоп, а вот теперь сделай документ. А иногда вообще, мы знаем, что мы будем что-то делать, да, то есть составь документ по определенному, там, простому шаблону, да, в чем идея, в чем цель, в контекст, что хочешь сделать, составь документ, и мы его письменно пообсуждаем, чтобы был артефакт содержательный. Это не всегда нужно, да, иногда это слишком много времени. Понятно, что нужно как-то со здравым смыслом к этому подходить, но для больших проектов это очень хорошо работает. Ну в коем-то смысле, а региокорейнее еще. Ну конечно, чтобы, одно дело, когда ты как просто что-то сболтнул, да, а другое дело, ты расшаришь документ, да, тебе нужно об этом по-другому подумать. Надо быть концентрировано, более глубоко. Названия подобрать, чтобы открыли. Правильные слова. Правильные слова. То есть ты заставляешь себя, да, работать. Такое дополнительное усилие, да, как философы говорили, да. Человек делает человеком дополнительные усилия. Вот это, конечно, дополнительные усилия. И третья вещь, о которой мы недоговорили, это именно звонки. То есть звонки, это в идеальной картине, да, асинхронной работы, это решение вопросов, которые не решены путем письменного асинхронного общения. Или принятие решений, или мне нужно тебя убедить в чем-то, да. Получается передача информации, вот просто передать тебе информацию, мне не нужно с тобой говорить, мы можем ее передать письменно или другой формы. Но если мне тебе нужно убедить, что вот это правильный проект или вот это правильная технология, да, то нам нужно с тобой встретить. Или нам нужно с тобой принять решение, вот у нас там пять опций, да, вот мы там совет какой-то. Нам нужно принять решение, нам нужно собраться и принять решение. Соответственно, получается, что цель звонков это следующее, принять решение или убедить другого человека в чем-то. Вот это основные, основные принятия решения и меньше передачи информации. Интересный момент, потому что когда-то давно я прочитал, условно, опять же, гайд в кавычках, потому что он маленький, на самом деле, интеркома, как проводить совещание. Потому что тоже кажется, блин, что такое провести совещание, но при этом эффективность совещания, она не всегда... Мягко говоря. Да, мягко говоря, хорошая, высокая. То же самое про звонки, все стало заменяться звонками, но то, о чем ты говоришь, это про... То есть это в моменте, надо подумать, ага, то есть я хочу сейчас информацию передать или мне все-таки надо принять решение какое-то? Да, у нас есть вообще, у нас вообще повод для звонка есть, нам нужно что-то принять решение, да, или мы хотим передать информацию. А я могу ее вообще передать, не делая звонок, не отрывая человека от его там, его контекста, он чем-то занят, он работает, зачем мне его отрывать? Возможно. Возможно. Ну, понятно, что здесь нужен здравый смысл, да, если мне нужно человеку сказать, о, давай запускать, да, то я могу, не знаю, написать сообщение. Сама постановка этого вопроса, она убирает кучу ненужных совещаний и звонков. А какие еще вещи, если говорить про разницу, то, что ты говорил, гибридный формат работы, это не очень, типа, да? Не, не то, что ты говорил, что, смотри, гибридный формат работы, я говорил о том, что или у тебя команда распределенная... И она умеет, она адаптирована к такому формату. И у нее все процессы распределенной команды. И даже если она вся находится в офисе, и только один человек, да, где-то у нее там удаленно, им придется, не то, что придется. Они все равно будут работать, каждый где-то найдет комнату и будут делать там звонок в зуме, потому что иначе они потеряют того чувака. Потому что гибридные делают ритуалы, то мы в офисе все, то мы не в офисе, да, это очень сложно. То есть мы на чем-то должны остановиться. Например, мы считаем, что мы распределенная команда. У нас все сейчас распределенные команды, поэтому даже выбора нет. И тогда мы организовываем организацию всех ритуалов и жизни в офисе. А теперь у нас офис из прекрасного нашего любимого open space, где я там по утрам выступал, да, превратился, да, open space остался, да. Но люди его используют вообще-то другой цель. Люди приходят в офис, да, те, кто, во-первых, любят работать не дома, у кого дома дети, у кого дома шумно. То есть офис из шумного места, которое мне всегда очень нравилось, да, где шум работы есть, да, превратился в очень тихое место, где люди сидят скорее там в наушниках, да, или где-то по отдельным комнатам и работают в своих командах. Но эту возможность мы людям оставили. Хотите работать в офис, приходите. Потому что есть люди, многие, кому эффективнее работать в офисе, они приходят в офисе, но он другой офис. Это место спокойной, концентрированной работы перестало. А какой, ты думаешь, будет для вас долгосрочный эффект такого нового подхода к работе? Или вы все-таки планируете потом вернуться? То есть мы не планируем вернуться, мы строим образцовую распределенную команду. Раньше было бы полностью оффлайн. У нас были, да, разные офисы просто, но практически полностью оффлайн. То есть я вижу, что то, что я вначале сказал, преимущество доступа к людям со всего мира очень быстро. Человек сидел за этим столом. Вай работал, условно говоря, в Фейсбуке, да. Мы с ним договорились, и он за этим же столом на следующий день работает у нас. С точки зрения развития компании, бизнеса, этот аргумент ты не можешь перебить ничем. То есть это дает такую силу, такие возможности, что вот то, что мы сейчас делаем, да, построение такого альянса из продуктов, самых популярных продуктов для музыкантов разных совсем уже, их уже там пять, оно возможно вообще только в такой форме работать. Потому что у нас в этих продуктах работают люди из разных стран, с разным интеллектом, с разным опытом. И когда нам нужен, например, какой-то человек очень узкий, важный, функциональный опыт, например, человек, который лучше всех в мире, знает, как должны отображаться ноты. Такая есть наука, называется энгрейвинг, я сам об этом не знаю. И ты можешь найти такого человека, он находится в Шотландии. Это реальный кейс, это реальный случай, да. Ты его находишь, и ты его нанимаешь, может быть, как консультанта, а может быть, в штате. Но сейчас, даже нанимая его как консультанта, у нас вообще нет никакой проблемы. Вся работа устроена так, что человек может работать из любого места, в любой часовой зоне и приносить результат. Ну, то есть это с точки зрения действительно такой пул талантов просто-напросто расширился. Абсолютно другая, другая. Но это и выставляет другие требования. А с другой стороны ты же начинаешь конктурировать со всеми остальными. Нет, это по-любому, поэтому здесь надо успевать. И это очень большие требования к руководителям и к продуктам. То есть продукт, который должен быть убедительным, как мы сейчас с тобой говорили, по зону, это как бы новая профессия. Убеждение по зумам. Да, быть убедительным по зумам. У меня был такой случай, я как-то в офис пришел, с ребятами разговариваю, я какую-то свою тему задвигаю своему там коллеге. Он говорит, слушай, давай лучше по зумам, а то ты у меня сейчас убедишь. А тут у меня прослойка есть через экран. Кстати, продолжение этой темы. А вот может быть про это, а может быть про что-то другое. Инсайты. Два-три инсайта, которые ты можешь попробовать формулировать, не знаю, за последний год относительно твоего опыта руководителя. Что ты такого мог заметить? На самом деле много. Я могу тебе про свой опыт сказать, что я намного меньше стал читать бизнес-литературу, и намного больше идей и конкретных даже приемов я вижу из области. Для меня это культура, интервью в основном с людьми, кто профессионально занимается поведением людей. Актер и режиссер. Вся их учеба. Почему учится актер? Он приходит в театральный институт. Он учится быть другим человеком. Ему нужно понимать других людей. Что такое актер? Ему нужно вживаться в образ других людей. Он должен понимать. Он спрашивает режиссера, почему этот чувак идет туда сейчас, в этой сцене. Почему он так действует? То есть они должны это понимать. И в помощь есть огромная тема, которая называется литература классическая, которая про это начинается. В общем, они занимаются очень похожим делом, чем занимаюсь я, но только как бы с другого угла. То есть они занимаются people management. То есть они разбираются в поведении людей и ставят про это всякие истории. Рассказывают нам истории про людей. И если мы с тобой просто смотрим историю не особо углубляясь, а для них же, что такое на бэк-энде? У них есть логика за этим. Они себе объясняют, почему тот человек или другой так действует, почему происходит такая история. Они развивают эмпатию. Притом к выдуманным людям, по сути, они пытаются понять, прочувствовать. И поэтому их профессия, просто когда ты их слушаешь, я когда их слушаю, во всяком случае для меня это такой источник. Я очень много слышу для себя о том, почему так или иначе поступают люди, почему у меня какие-то есть вещи, которые можно улучшить. Например, в школе театрального мастерства, там один рассказывал, режиссер, у них есть специальное направление, называется «Школа удивления». То есть ты играешь одну и ту же в пьесу много лет. Много лет, да. И ты должен реагировать на реплику партнера… С удивлением, прям искренне. Да, очень искренне. А при том, что ты это услышал 30 раз, или 100, или 200. И это прямо навык. Ты должен удивляться, как будто ты услышишь это первый раз. И я подумал, что это же моя некая проблема, да. То есть, когда мои ребята, подчиненные, кто работают со мной, делают хорошо вещи, но я уже к этому привык, я перестаю удивляться, понимаешь. И это такой навык, который прямо по вечерам я его тренирую, да. То есть, кто за этот день меня удивил, но я не проявил себя… Но я не удивился, потому что я уже привык. Привык такой. В каждый день происходит. Это прикольно. Это как раз тот самый эмоциональный компонент, который, может быть, даже вживую гораздо проще проявить. Если ты человека видишь перед собой, видишь его эмоции, опять же, эмпатия включается, то на удаленке это действительно совершенно другая… Да. Ну, вторая тема, мне кажется, то, что сейчас в последнее время меня волнует – это меньшее значение рациональности, большее значение интуиции. Я много об этом слышал, да, понятно, все мы читаем про это дело, но последней каплей для меня было – это цитата Эйнштейна. Где-то я ее увидел, да, Эйнштейн сказал, что если бы я был рационален, я бы не сделал все мои открытия. И второе – интуиция важнее разума, то есть разум – слуга интуиции. Ну, ладно бы это сказал какой-то театральный идея, ну, было понятно, но когда это говорит всемирно призванный ученый, когда на меня это произвело впечатление, поэтому при принятии решения, да, иногда вот я совершенно спокойно, да, что вот я запускаю какие-то проекты или делаю какие-то вещи, которые я просто… я просто знаю, что вот так надо. И не всегда могу рационально объяснить, почему так действуешь. И спокойно к этому относишься, потому что раньше ты все время такой копаешься… Рационализировать, надо сказать цифры. Это интересно, потому что мы сегодня уже тоже немножко говорили с Андреем Михайлюком, он тоже упоминал этот gut feeling, ну, просто в некоторых экспериментах это надзывается. Миша, спасибо большое, что поделился опытом своим личным, опытом вашей компании о переходе из оффлайн в онлайн. Я только могу пожелать удачи вам. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо большое. Очень классный вопрос. Пока-пока. Пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Михаилом Трутневым мы поговорили об опыте трансформации продуктовой компании при переходе из оффлайна в онлайн. Обсудили, почему ввели индивидуальный график работ для команд и как это сказалось на эффективности работы в целом. Поговорили о том, что такое совместное мышление и чем отличается синхронная работа от работы в офисе. И еще обсудили возможные долгосрочные эффекты и почему компания планирует и дальше работать асинхронно. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense и сервиса Product Sense Academy. Сервис помогает развиваться в профессии менеджера продукта и развивать продуктовое мышление всем, кто интересуется темой. В подписку входят микрокурсы, ежемесячный кискуб, контент со всех прошлых конференций и еженедельные обновления. Ссылка в описании. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей знать о том, что он существует. Это был 151 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok